Набережная Аби станет местом культурного досуга и праздников. Это не в Новосибирске, а относительно далеко от мегаполисов, в 70 километрах в селе Юрт-Ора Колыванского района. Инициативная группа проекта Новой Набережной уверена, деньги будут, у них большой опыт привлечения грантов. Что уже сделано в Юрт-Оре и кто вдохновитель селян, расскажем в новом проекте «Наша область – это мы». Телеканал ОТС и Центр патриотического воспитания Новосибирской области представляет людей с горячим сердцем и любовью к своей малой родине. Сюжет Константина Клещина. Фронтовой путь каждого жителя села Юрт-Ора, призванного в армию в годы войны, представлен теперь на большой панораме. Такой проект здесь вынашивали давно. Построив обелиск, поняли, чего-то не хватает. Ответ был прост – деталей рассказа, как воевал каждый из 67 фронтовиков сельчан. Боевой путь части, наградные листы, каждый подвиг, орден, кто получил. Все здесь описано. История вот этого человека, который с Сибири ушел отсюда, с деревни. И кто-то до Берлина дошел, кто-то до Кенигсбера, как мой отец, кто-то до Праги дошел. Ну, в общем, все описано. Панорама, а ранее обелиск реализованы на гранты правительства региона, как, впрочем, и другие проекты в Юрт-Ора. Но здесь все считают, что деньги – не главное. Первичен лидер его дух, его идеи. Это история Навиля Шагобуддинова. В прошлом военный прошел Афганистан. Развал Советского Союза перевернул жизнь Навиля. Оставил у разбитого корыта, а на родине подарил сердечную боль от вида умирающей деревни. Офицер решил действовать, но не знал, с чего начать. Спасительной была мысль об историческом прошлом села и вере предков. Открыл местную религиозную организацию «Мусульман-иман» под названием «С целью, чтобы воссоздать историческую мечеть», то есть вернуть душу деревни с самого первого, что такое намерение было. Храм села относят к летописным. Его упоминают в хрониках, которые вели после присоединения Сибири к России. Объединив сельчан на возрождении мечети, Навиль Шагобуддинов решил, что пора показать старину наглядно, ведь юрт Ора – историческое поселение. Так возникла идея историко-культурного проекта усадьба Чацкого-Татарина, коренного народа Сибири. Реконструирован старый дом с надворными постройками, включая баню, которую топят по-черному. Показаны и предметы быта для жизни от природы, например, настоящая лодка-долбленка. Есть и оригинальные снасти, как этот треугольник. Такой сеткой в детстве Навиль с братом вытащили памятный трофей. «Представляете, мы потом сзади велосипед, рыба, щука, 10,5 килограмм хвостом, там головой касается травы, и вот мы в такой же дом, в двор заходим к матери с отцом». Тема охоты и рыбалки с порога и в самом доме, а еще гостеприимство. Лучшее место гостю вот на таком топчане, который по совместительству – шкаф для вещей. Простота и уют, но и удивление. Вот такие украшения серебра делали местные кузнецы. Наполнить этот дом-музей помогали все жители села. Их усилия не пропали даром. Теперь усадьба Чацкого-Татарина – одна из изюминок экскурсионных маршрутов по Новосибирской области. Но вдохновленные сельчане останавливаться не собираются, и у них уже готов следующий проект. Облагородят набережную. Будет дорожка вдоль берега. Она приведет на самое высокое место, где встанет смотровая башня. Рядом спортивная площадка. А здесь уже начали делать сцену. Это будет место празднования для всего села. Тем самым в юрт Ора еще раз утверждают, что все в руках самих жителей. Главное, что они помнят свое прошлое и думают о будущем. И важно, чтобы в этом вопросе был лидер, такой как Навиль. Константин Клещин, Александр Егоров. Итоги недели. Константин Клещин